Им гонориться не только Беларусь. Артист балета, премьер латвийской национальной оперы «Наш земляк» Алексей Овечкин. В 37 годах его не стало. И на долю живых остались только вспоминные. Сегодня удержанные рыжане сбирают их по крупинках, чтобы снять документальный фильм памяти Алексея Овечкина. Тягник Минск-Брест, 16-й вагон. Сегодня сябры сына приезжают сюда Людмилы Дмитриевны. И она для каждого из них мама. Что для ведомого латвийского композитора-классика Артура Маскатца, что для супрационницы секретариата представительства Латвии в Совете ЕС Инессы Лапа. Ранее Леша, Артур и Инесса разом працовали в одном театре. Сегодня латвийская национальная опера стратила у всех трех. Але Лешу, своего близкучего премьера, надзею и гонор, назовжды. Это один из самых ярких, самых индивидуальных артистов, которых я в жанре балета вообще в жизни видел. В нашей национальной опере, в Лишском балете, чего-то очень высокого и очень глубокого чувства, такого таланта не хватает. И его место остается пустым, это место не заполнить. Потому что он был единственным таким. Он лично для меня был одним из таких ключевых артистов, который создавал мое личное восприятие духа театра. И я думаю, что он один из этих артистов, который повышает престиж балета как жанр. Балет – мастерство элитарное. Не каждый включится его в спис обовязковых речей, которые нужно в жизни разуметь. Да и не таки был человек Алексея Вечкин, как хвалиться всем и каждому, что довелось попрацовать и с Эйфманом, и с Пастором, и с Сигаловой. Перелик словотых именов можно протягивать долго. В родном городе и сегодня мало кто ведет, какой искрыстой, могутной зоркой заезжал на театральном небосхиле. Просто хлопец с Рэджицы, який одной же и назовжды обрал для себя балет. Он в пять лет уже знал, кем он будет. И в школе никаких вопросов не было, что как дети кончают школу, они не знают, кем они будут. Он знал. Леша – личность. Всегда был личностью. Маленькой личностью эта личность росла, вместе с ним, как рос артист, так вырастала эта личность. И он сам себя все время выполнял, выполнял. И очень быстро ему стали давать роли в Минске. А после Минска была рыга. И там Алексей Овечкин одразу стал премьером. Тройча лауреат Латвийской национальной театральной премии «Ноч лицедзеев», як лепший артист балета, белорусский танцовщик за коротких 37 годов своего життя узнял такую планку, что люди за год покупали билеты на его спектакли, что и сегодня коллеги мараць дотягнуться до этой вышины. Их вспоминный про нашу Галешу у особную книгу собрала профессор Латвийской академии культуры Гунта Балиня. В этой книге кто-то из его друзей написал. И его танец – это поэзия без слов. Сегодня ж ведомая рыжская киностудия Юрия Саподникса снимает документальный фильм про нашего соочинника. С Рыгой, продюсером картины, керунником студии Антры Целинской, мы связалися про скайп. Я думаю, что он был такой яркой личностью, и то, что он так внезапно ушел. Я думаю, что для всех эта работа какое-то смирение с этим фактом, и мы не могли не сделать эту картину. Презентовать картину «Я хотел бы быть кругом» удячное рыжание планует наступной весной у маи, коли Алексею Овечкину могло бы исполниться 40 годов. Олеся Зеленко и Александр Кривецкий. Областные новины. Прест.